Что случилось? Я не работаю, я пошла, упала. Прямо около коллекса, она гадает. Еще одно бедствие постигает Петрозаводчан каждую зиму. Гололед. И естественно, прямые его последствия уличные травмы. Сколько у вас сегодня было больных? С утра, где я заработаю с 9 утра, приблизительно около 20-25 человек было. В основном были уличные, конечно, травмы. Травмы тяжелые? Травмы тяжелые. В основном перелом лучевых костей, перелом лодыжек. Вот много ушибов, конечно. Много переломов ребер идет. В основном сейчас идут переломы. По официальным данным, уровень уличного травматизма значительно вырос не только за прошлую неделю, но и за прошлый год. Полтора раза по сравнению с предыдущим. Более двух тысяч человек пострадало на улицах. Естественно, это влечет за собой и нагрузку на сам травматологический пункт, и увеличение выдачи листков нетрудоспособности. Большое количество людей отрывается от производства. Пожилые люди, которых как раз очень много в травматологическом пункте в это время года, должны быть очень внимательны. Они должны постараться в период гололеда, по возможности меньше выходить на улицу, аккуратно переходить улицу, все-таки стараться носить обувь, которая скользит меньше, то есть не кожаная подошва, а каучук, резина и так далее. Ну а уж говорить о том, что дороги должны быть убраны, посыпаны песком, по возможности солью для того, чтобы быстрее таяли, это само собой. То есть тут важно и отношение самого человека к самому себе, ну и естественно служб, которые в городе существуют для этого. Что уж там до обуви, когда травму сегодня можно получить прямо во дворе травматологического пункта.